В офис фонда Шаги, который расположен в одной из московских промзон, ежедневно приходят десятки людей. Благотворительная организация помогает не только тем, кто столкнулся с ВИЧ, но и тем, кого в России стараются просто не замечать. Люди до сих пор стигматизируют наши группы и не принимают их как часть общества. Сексные работники, МСМ, потребители и остальные группы, с которыми мы работаем, находятся за рамками восприятия в нашем обществе. Их как бы нет. У нас общество не понимает, что оно в принципе состоит из меньшинства. Этой весной, когда началась пандемия и в России ввели ограничительные меры, фонду Шаги стало крайне сложно осуществлять свою деятельность. Суммы пожертвований существенно снизились. Проблема действительно стала системной. Жертвователей у нас стало очень мало в принципе. То есть в принципе ковид действительно привел к ситуации, что у людей и средств нет, и возможности, желание поддерживать сейчас организацию, поскольку некоторым людям самим есть нечего. Эксперты считают, что власти замалчивают истинные масштабы проблемы, связанные с распространением ВИЧ в России. Заявки фонду на государственные гранты отклоняются. Финансировать поддержку, например, профилактику ВИЧ-инфекции среди секс-работников – это такой моветон у нас в государственных структурах, поскольку это же противозаконные действия. У нас же административно наказуемо. Значит, в принципе, такого явления быть не должно. Тем более еще и профилактику ВИЧ-инфекции делать. Хотя в национальной стратегии прописана эта группа отдельно. Но это никого не волнует. Тем более в Москве этой проблемы нет. У нас нет тут, видимо, секс-работников и никого других. Сейчас в России работают примерно 4 тысячи благотворительных организаций. Больше, чем у половины – один или два источника финансирования. В основном деньги переводят крупные компании. Как правило, сами россияне жертвуют мало. Тут сказывается и недоверие людей к фондам, и ограниченные возможности, рассказывают руководители благотворительных организаций. Это физические лица, которые кладут деньги в ящики на заправках. Значит, на заправках снизилось процентов на 40 по сравнению с прошлым годом. Я даже могу больше сказать. За прошлый год было в ящике собрано порядка 4 миллионов рублей. 3,8. В этом году за тот же период, если сравнивая, всего миллион. На встречу фондам не идет и государство. Если бизнесу обещана хоть какая-то поддержка, то про благотворительность просто забыли, говорят эксперты. По их мнению, к концу года может закрыться треть всех организаций. Это невозможность платить коммерческую ставку аренды. Начнем с этого. Второе, снизился в целом, скажем так, чек благотворительности от каждого физического лица и от корпорации в целом. Также стало невозможным сегодня какие-то гранты выполнить. Обратившись в различные банки России, я получала ответ, что мы благотворительные организации не кредитуем. По закону фонды могут тратить не больше 20% от всех собранных денег на административную деятельность. В итоге большинство организаций вынуждены были сократить персонал или урезать зарплату. Это не единственная моя работа. Какую-то зарплату я здесь получаю, естественно, но большая часть моей работы, она все-таки на волонтерских основах. Остановить деятельность для фонда – это значит бросить на произвол судьбы тех, кто обратился за помощью. Ведь для них благотворительная организация зачастую чуть ли не последняя надежда на существование.